Пасха В первый месяц, в четырнадцатый день месяца, вечером, Пасха, Господь, так как Вы бесквасны, ибо Пасха, Наша Христос, запланица нас. Сегодня у нас в студии Виктор Асюк, Игорь Булавко. Я благодарен Богу, что мы сегодня в этой программе сможем как раз поговорить. Поговорить очень важные темы, потому что Пасха уже буквально начинается через пару дней, и хотелось бы, конечно, подумать об этом. Почему? Потому что у нас есть версия, понятно, что у нас был исход Пасха, который был в оригинале. Мы также в Новом Завете Бли-Хадаша читаем о том, что был Иерусалимский такой исход, как мы говорим об Ишуа, и, конечно, современный. Что до нас дошло от того первого исхода, и в этих вопросах, конечно, было бы хотелось поговорить. Что предвестивало первому исходу? Какая его цель была? И вообще, что Бог усматривал в этом? Откуда все-таки начинается этот Пасх? Как вы думаете, братья? Ну, я думаю, что начинается как раз-таки с обетования Авраама. Как ни странно, да? И еще из книги «Бытие» оно движется. И, по сути, Авраам... Так это и было в «Бытие». Нет, это уже было в исходе. Это уже другая книжка. Нет, обетование Авраама тоже было в исходе. Да, да, да. И в «Бытие», да. Вот, поэтому я вижу это, когда Бог действительно сказал Аврааму о том, что будут твои потомки в рабстве 400 лет, и только после этого я введу их в землю обетованную, вот я лично вижу вот это здесь. То есть, это Божий план был к своему народу, который должен был осуществиться и пройти. И поэтому у Песах это и есть, как я считаю, уже действительно исполнение этого Божьего плана, данного Аврааму. Ну, я согласен с тобой о том, что Бог предвещал Аврааму о том, что его наследие будет в отстесненных обстоятельствах, и послужит это обстоятельство выхода из Египта, да, к в обетованную землю. Тогда вопрос такой, зачем тогда нужно было их в Египет заводить? Чтобы просто исполнилось Писание из Египта «Я вызвал сына своего». Может быть. Нет, ну, начнем с того, что когда Бог обращается еще к Якову, когда семья спускается в Египет, он говорит, что «я тебя там распложу, размножу». То есть, взросление и укрепление народа Израиля происходило в Египте. То есть, это, можно сказать, провести такую параллель, как вот мне кажется, что когда человек взрослеет, вот ребенок взрослеет и укрепляется, для того, чтобы войти в какой-то взрослый период своей жизни, он, по сути, во многом плотской, во многом думает только о себе, только эгоист. А для того, чтобы вести уже взрослую ответственную жизнь, необходимо выйти, перерасти этот возраст. И вот, скажем, мужане, укрепление физическое именно. То есть, период активного физического роста – это всегда эгоизм. Это образ Египта, который заботится только о себе, думает о сегодняшнем дне. И, собственно, вот так вот. Когда писание говорит о том, что Авраам был ковчевником, странствующий был. Я вспоминаю бедуинов, которые в Израиле. И я прекрасно понимаю одну вещь. Я точно могу понять, что если бы народ Иакова оставался бы пастухами, они бы были как бедуинами. Каждый имеет свою семью, и они бы расползли по всему сегодняшнему Израилю, или обитованной земли, и они бы не сформировались как народ. Это как бы только отдельные какие-то семьи. Потому что вот едешь в Израиль, ты еще понимаешь, бедуин – это как бы народ без границ. А вот, наверное, я предполагаю то, что вот Бог взял целую семью, и там в ситуациях трудностей, переживаний, сделал их народом, который жил в городе, не в пустыне. И они, мы читаем, что они не пасли там ни коз, ни овец, они там работают. То есть их там формировал Бог для того, чтобы потом они были уже как бы целым народом, который, пересекая Красное море, могли с этим мышлением даже войти туда. Не, ну на начальных порах они все-таки были пастухами скота египтян, скота фараона. Но у фараона был скот определенный. Ну, то есть тут нужно просто помнить… Маленький Иосиф, который возглавил целое царство, ты знаешь, он торговал зерном. Он торговал зерном. Дело в том, что тут как бы мы видим интересный конфликт цивилизации. Цивилизация скотоводов, и это пастухи, и цивилизация земледельцев – это, собственно, оседлый образ жизни. В Новом Завете мы видим уже некий симбиоз и того, и другого мышления. Мы видим, Ишуа нам показывает и пастырей добрых, которые знакомы с нуждами своих овец, и говорит, жатвы много, делателей мало. Молите Господина жатвы. То есть в Новом Завете мы видим уже соединение. Я думаю, что один из аспектов, ради которых Всевышний отправил семью Якова Израиля в Египет, для того, чтобы все-таки как-то в сознании народа сформировать более гармоничный подход в будущем к человечеству. То есть не только пастухи, но и земледельцы. Хорошо. Мы говорим о том, чем отличался Песах во время Исхода от того, что потом праздновалось в течение лет, тысячелетий. Когда Песах говорит, этот месяц у вас будет первым месяцем, и должно что-то сделать. И вот какая традиция тогда сформировалась, которая оставлялась потом для поколений после Исхода. Я вот задаю, Игорь. Ну вот смотрите, довольно интересный момент. Немножко хотелось бы еще вернуться к тому, что все-таки почему Египет. И интересная здесь есть игра слов, потому что сам Египет очень часто переводится как Мицраем, и именно как узость и тесноты. И в данной ситуации его связывать можно даже еще до рождения ребенка, то есть когда ребенок внутри луна матери. И вот Египет, по сути, мог для Израиля, когда он формировался как народ именно в луне Египта. И по сути пророки есть, об этом тоже говорят, именно с этой точки зрения, что действительно он должен был там сформироваться, как народ он должен был возрасти. И вот интересный момент, первая заповедь, которая дана Богом своему народу, это как раз-таки заповедь месяца Авива. Да будет этот месяц у вас первым из месяцев этого года. И по сути это первая заповедь, которая дана была народу, как народу, а не как какому-то отдельному человеку. И действительно, когда мы говорим о первом Песохе, то можно сказать о том, что за любой традицией стоит реальная история. Реальная история, которую, по сути, мы понимаем, что... И здесь два момента. Есть история, а есть просто Божье чудо, Божье вмешательство в жизнь людей. И это вмешательство, оно, по сути, явное. И когда мы говорим об исходе как таковом, мы же понимаем, что он начинается задолго до самой истории Песоха, как мы говорили. Но это и не финал, это даже только начало. Это рождение народа. То рождение, когда он выходит из Египта, выходит из этой узости. И это реальная ситуация, реальная история. Но это и заповедь, потому что написано, если спросит тебя, сын твой, что ты делаешь, то ты должен ему это рассказать. И, по сути, мы понимаем, что... И, кстати, Агада, да, она говорит о том, что история как раз-таки начинается от странствующего арамьянина. И как раз-таки она рассказывает о том, как они попали, как эти 70 человек попали в Египет, для чего они попали. Интересный момент, кстати, тоже на подумать. Вот Иосиф, он-то вырос где? В семье пастухов. По сути-то он об этой урбанистической, современной, суперсовременной цивилизации мало что знал. И внутренне. Ты тоже не молчал. Это тоже как бы так... Внутренние, да, вот эти вот... Он мало что знал, но при этом, когда его фараон просит, чтобы он там растолковал ему сны, он не просто стыд толкует, он ему дает конкретные советы. Конкретные советы. Но касательно земледелия уже. Касательно сохранения земледелия, что до сегодняшнего момента очень сложно бывает. Урожай собрать могут, а вот сохранить этот урожай, да, вот это проблема. Ну, я думаю, там и Гадак проведенный уже и у Патифара, и у... Ну, он там, да, домоуправителем, по сути-то. Поэтому приходилось ему учиться. Получается, через Иосифа была произведена прививка земледельца еврейскому народу. Да, да. Возможно. Смотрите, наши зрители могут подумать, ну, к чему? Вообще, к чему мы это говорим? И в чем смысл 1-й Песах? Да, вывести Божий народ по обещанию, которое Бог дал Аврааму, вывести его в землю Бетону. И суть здесь очень важная, потому что, когда мы говорим о том, что что спросит тебя сын, что это за праздник, ты же, вы были рабами, Бог у нас вывел. В другие условия, он нас вывел в свободу. Я верю, что Израиль, который вышел из Египта, он реально был абсолютный, абсолютно обнулирован. Что я имею в виду? Во-первых, то, что они вышли, избавившись от рабства, у них была полная ноль того, что они могли представить себе о земле, которой Бог обещал Аврааму. Потому что они ее ни разу не видели. А, они ее не видели. Я даже думаю, что Маша не видел ту землю, которую... Ну, он в ней не был ни разу, по сути. Ну, вот, понимаете, что это какой-то ноль. И вот здесь-то, наверное, сокрыто для людей, верующих в Ишуа, Мессии, та тайна, которая уже природнее, приравнивается, наверное, через Новый Завет в будущее. Когда мы рождены свыше. То есть, выйдя из Египта, мы обнуляемся тому, что Господь вообще нам приготовил. Вообще, как бы, то же земное нас уже не влечет. А как Авраама, то небесное. Мы там не были. Нас, наверное... То есть, старое все прошло, а новое нам неведомо. Да, ну, как бы, вот такое вот чувство. Ваша мысль вот по этому поводу. Я уже сказал только что. Да, я понял. Игорь, как ты вот это посмотришь? Ну, кстати, интересный момент, именно вот этот момент веры, да, потому что Авраам написано тоже, когда и шел в эту землю, он не знал, куда он идет и во что он входит. И написано... Мы видим этот путь Авраама и детей Авраама, Авраама и наследников, или же Авраама, которые множество будет. Некое вождение и послание к евреям. Вера есть. И вера Авраам что-то сделал. Ну, принес Исаака, понятно, но... Нет, ну, начнем с того, что он вышел и пошел. Ну, выйти, принести, нужно было доверять ему до конца, Богу, и он не наследовал фактически ничего, кроме надежды. А у нас-то есть такая вот, что-то наследовать, кроме надежды? Ну, пока... Царство уже есть, но еще в процессе, да? Ну, вот что-то в этом роде. И давайте тогда... У нас, в принципе, тоже надежда, которая простирается за завесу и якорем, там, мы держимся. Нет, подожди, есть еще один момент, да, когда мы говорим «вера, надежда и любовь», как апостол Павел говорит, да, что вера и надежда, она уйдет, когда придет Машех, но любовь останется. То есть у нас вот еще есть. Кстати, момент тот, который действительно стоит в центре Песаха, да, и самого того, о чем мы говорили, того, что происходило. Потому что давайте говорить о том, что сам Бог говорит, да, возьмите по ягненку на семью. И интересный момент, как я лично его вижу, да, что когда там его будете есть, именно по семье ешьте только ночью, до утра оно у вас не должно быть. И это надо было рассчитать, это все дело. Но вопрос семьи. Ведь кто, давайте как бы подумаем, кто был под прицелом этого ангела-губителя или Божьего первенца? Не все евреи, а только первенцы. Только первенцы. А первенец – это будущность народа. Но жизнь первенцев зависела от того, согласится ли вся семья участвовать в самом этом действии, которое Бог предсказал. Важно заметить, что первенцев всей земли и всех народа, всех скотов, и всех гадов, и того же народа, который был в рабстве. Конечно. Ну, походу, заветное, когда был заключен, был заключен со всем движущимся, имеющим дыхание. Здесь мы видим тоже гибель первенцев всего, что имеет дыхание, от скота до человека. Но здесь я хотел просто момент, вот это, да, что заповедь «Возлюби ближнего», как самого себя, она работала только вот отсюда, начала работать. Зачем тогда верующим, вот в Ишу, о Мессии, христианам, да, вообще понимать, в чем смысл исход, первый исход был? Потому что это начало. Если мы хотим знать, да, для чего, как я понимаю. Ишу неоднократно говорил, вначале было не так. А как было вначале? А вот так было. Я за то, чтобы люди часто говорят, зачем нам еврейский Песох, если у нас как бы в машинах у нас наш Песох и так далее. Ну, и еврейский, и библейский. Давайте разделим понятия. Не, ну, я сразу говорят, это типа еврейский, все остальное. Мы понимаем, что он наброс своими традициями, но первоначальный Песох, он имел в себе глобальную, наверное, глобальную проекцию на все остальное, не только на евреев, на весь мир. Египет, как мир, все первенцы, и еврейские, и нееврейские, тоже как бы могли погибнуть. И вот здесь, пошел он мимо или защитил? Вот один из, мы сегодня говорили, один, Игорь, скажи, один из переводов Шифмана. Ну, вот перевод Шифмана, он и говорит, что то место, где написано и перескочу я, или пройду мимо, то еще и, ну, как бы, есть перевод Шифмана или его понимание, скажем так, этого текста, как то, что я буду трапезовать вместе с вами. То есть, вот здесь как раз-таки и есть вот это, да, вот если мы возьмем Откровение, вторую главу, где написано «Се стою у двери и стучу», кто откроет мне, тому войду, и буду, опять-таки, трапезничать, да, вместе с ними. Ну, нам легко, как бы, говорить о том, что вот евреи взяли ягненка попали, сильно послушные, Бог вот, как вот то обстоятельство, в котором они жили, да, вот все эти казни, эти давления Всевышнего на Египет позволили быть евреем и острым народом быть послушным тому, чтобы исполнить последнее. Вот что подтолкнуло на это, как вы думаете? Есть интересный момент, когда мы видим, что казни делятся на три таких уровня, и последний третий уровень, да, три казни, которые предшествовали казни первенцев, они как раз-таки показывали различия между Божьим народом и всем остальным народом, ну, мы говорим сейчас о Египте, да, то есть, когда была тьма, то тьма была везде, кроме, да, кроме той местности Гошем, на которой жили евреи. Землю, мрак народа, оно всебой воссияет Господь. Амэн. И в данной ситуации, вот действительно, вот уже на тот момент евреи могли это видеть, и они это видели, что у всех нет электричества, а у нас оно есть. Ладно, давайте возьмем так, насколько был свят народ Израиля, на то, чтобы праздновать. Ну, я знаю, что есть свои традиции, если говорить о святости как о отделении, то, собственно, отделение начиналось уже именно в казнях, когда Бог показывал разницу, как тоже в одном из прочитов сказано, что я покажу разницу между служащим мне и неслужащим. И, скажем, в отношении состояния Израиля в Египте есть разные мнения, какие-то раввинистические комментарии говорят, что он был свят, он хранил традиции и все такое, а текстуры и другие комментарии раввинистические говорят, что еврейский народ погряз, видал о поклостве. На самом деле, я думаю, что ситуация была такая же, как сейчас в церкви. То есть, есть разные люди с разным посвящением взять имена, которые мы видим, имена евреев, которые включают всегда в себя имя Всевышнего, говорит о том, что они все-таки помнили, кто они, откуда они, для чего они вообще здесь. Были люди, которым это было безразлично. Папа так назвал, но я не выдаюсь в подробности. Папа это Папа, а я это я. Но при этом, смотрите, мы говорим о том, что святость начиналась с сказками. Для меня, когда я вспоминаю, то, что происходило, и вдруг Писание четко говорит, что Бог ожесточил сердце фараона, в то же самое время, он говорит, они чересчур вольны, дайте, и заберите у них возможности даже солому, но должны быть выпускать кирпичи. Народ что сделал? Вон стал против Моши. Уже ропот там, уже. Я понимаю, что, когда мы говорим о святости, ропотом уже является несвятое состояние, это гнев, это слова, это может быть еще раз. Я прошу прощения, давайте не путать праведность со святостью. Святость это отделен, а праведность это уже состояние человека перед Богом. Поэтому, были ли они праведны? Нет. Были они святы, когда Господь начал отделять, они стали святыми. Мне это нравится. То же самое сейчас. Мы все святы. Во всем ли мы праведны всегда? Нет. Но святость при этом мы не теряем, пока у нас есть контакт с Богом. Я специально это делаю для того, чтобы мы могли донести вообще как бы верующим людям то, что сделал Иешуа позже. Он статистически взял, это проекция, тот же Египет, тот же состояние народа, который не был готов и ни к исходу, не к ситуациям, которые происходят, но нужно было либо верить, двигаться, проводить этот путь свой, проводить, и это необходимо было. Вот это как бы часть очень важная. Кстати, Павел начинает свои послания к святым в таком-то городе, а потом разбирает те грехи, которым они грешат. Хорошо. Чтобы это разобрать и исправить. И тогда вопрос такой, почему 10 казней на Египетке? Почему не 11? Это уже не по адресу. Я понимаю, что ему надо вопрос задать, но все-таки как бы... Ну, 10 это вообще полнота, да, это тот миньян, который, по сути, включает этот механизм. 10 как полнота. Либо как испытание. Либо как испытание, но полноты все равно. Но испытание в пустыне у Ешоа было 3. Да, хотя, ну, как бы мы знаем вот насчет робота. Интересный момент, что вообще, как бы вот если говорить о нечистоте народа, да, или как бы неправедности, то есть интересный комментарий, который говорит о том, что Израиль пал на 49 степ... То есть есть всего 50 степеней нечистоты. Так вот, египтяне находились на 50-й, а Израиль на 49-й. То есть им буквально там чуть-чуть не хватало. Вот этот Лах-Ба-Амир, который мы проходим, это и есть вот это очищение или подъем к Богу, который заканчивается на Шавот или Пятидесятнице. Ты так сказал, знаешь, это как буквально недавно была, как бы сказать, такая заметка в интернете, что самой счастливой страной вызнали Финляндию. из 160 или 170 стран и Украина на 158-м. Или 59-м. Ну вот примерно. Брюс, а я сказал, а я сказал, что Одесса на 158-м. Ну вот так, да. Это типа такого момента. Но все-таки я понимаю, что в то время народ даже не понимал сущности и вообще как бы принципа вообще шток, зачем оно нужно. Да? Но у Бога оно же идет на тысячи поколений. Оно просматривается и на конец времени, времен. То есть недавно мы считали и 100 поколений от Адама не прошло. Ну, так что, нам нужно еще ждать многого. Ну, это говорит о милости беспредельной Всевышнего. Ну, наверное, это больше так вот взять. Наказание до 3-го, 4-го, милость до 1000. Это, ну, что еще верующие люди, которые, думаю, так, немножко относятся к еврейским праздникам скептически или же превзято как некое былое, забытое, ненужное для, особенно для христиан. Почему даже Константин в свое время пытался уйти от празднования еврейской Пасхи, такое как бы упоминание, и поменяли числа, и все остальное. Мы, конечно, по этому поговорим чуть попозже, но что мы можем им сказать, зачем вообще думать или же даже попробовать праздновать этот Пасх с каким-то, какой-то перспективой откровения, в чем может быть еще для многих верующих откровение. Не то, как в 10-ти казни, но и в самом исходе. Понятно, что взяли Агнца, его потом заклали, потом его до утра ничего не должно было остаться, это как бы проекция к тому, что до утра Ишуа должен был быть наказан и фактически потом погружен на крест. Но что там еще интересного для нас можно увидеть? Ну, вот действительно один мудрый человек сказал, что если ты хочешь узнать, что заложено в сегодняшнем, оглянись, посмотри, где это указано первый раз. и таким образом для тебя это будет понятно, потому что первый раз это более простой такой уровень того же пророчества или еще чего-то. То есть, как бы, что для нас, то действительно то, что заложено в базовом своем понимании того Песоха, который был первым. и что мы видим в том первом Песохе, мы действительно видим вмешательство Бога в жизнь человечества, в Его правила и Его ну, как бы, законы, силы и того, что говорится, я сильнее, значит, я прав, я как бы в таком плане, я знаю, что ты должен делать. То Бог вмешивается, причем Он вмешивается открыто, явно, и при этом мы видим через Маше и Аарона, как это все, ну, ведь мы видим действительно пророческое. Он сказал и потом идет действие. И это действие конкретно отсылает к Богу, что если ты не сделаешь вот так, вот будет так-то и так-то. То есть мы видим реальное исполнение пророчества. Но мы видим Бог действует открыто, показывая всему человечеству, насколько ему дорог и насколько он любит того, кого он избирает. Если он сказал, ты мой, и мы знаем, что он первенец, это не только тот, кто родился первый у своих родителей, но и народ евреев, еврейский народ, он назван народом первенцем. Именно на его примере он показывает свою любовь, он показывает свою заботу, он показывает свою защиту. И он показывает то, что если он сказал, отдели мне его на служение, что тоже немаловажно, не просто отдели или дай ему вот эту границу земли, чтобы он делал там, что он хочет, на служение мне. И вот это для нас не в зависимости от того, в каком мы времени находимся, но это все входит в эти рамки, вот этих целей, Божьей любви, Божьего принятия, того, невзирая на то, в каком мы состоянии сегодня находимся, какая нечистота в нас, 49 уровень, левел, как мой младшенький любит говорить, или это какой-то другой уровень, для Бога это уже не играет значения, он выбрал, он сказал, ты мой любимый сын, все, точка. Обычно, когда мы говорим о проповеди Евангелия евреям, я понимаю, что стоит исходить из Танаха, потому что Новый Завет для них не авторитет, когда мы проповедуем Евангелие христианам, тут надо исходить из того, что говорит Новый Завет, и я не вижу в этом проблем, потому что Новый Завет и Танах всегда говорят об одном и том же, когда вот Ишу однажды произнес фразу, это цитата из Нового Завета, вы исследуете Писание в поисках вечной жизни, все они говорят обо мне, и здесь нужно понимать, что он говорил тогда только от Анахи, поэтому, если мы действительно хотим иметь жизнь вечную, если мы хотим знать Ишуа, Иисуса Христа, как своего Спасителя, своего Царя, то нам необходимо знать все то, что происходило, как он советует, исследуйте Писание, они говорят обо мне, и Песох, тот самый Первый Песох, он тоже говорит, и вот это замечательная идея, что если ты хочешь иметь будущее, ты должен знать свое прошлое, не имеющие прошлого, не имеют будущего, если мы не знаем всей Божьей картины, как мы можем понять, где мы, кто мы, и куда мы идем, поэтому я считаю, что, ну это мое мнение, что христианам, уверовавших в Ишуа, из неевреев, также надо знать Писание, для того, чтобы понимать, кто мы, где мы, в каком историческом моменте, Писание раскрывает перспективу, скажем так, хронологию человечества на прошлое, настоящее и будущее, когда мы исследуем Писание, когда мы познаем Ишуа, как своего Машеха, как своего царя, мы, собственно, понимаем это, и когда мы понимаем, мы понимаем, где мы находимся, и что от нас зависит здесь и сейчас. Это такая, вставочка еще, можно плыть по течению, можно плыть против течения, а можно плыть туда, куда надо. Да, совершенно верно. Вопрос, куда нам надо, а мы ищем вечной жизни, открывающейся через Иисуса, так давайте исследовать Писание, чтобы лучше его знать. Хорошо, если даже мы говорим о первом Песахе, цель, цель Песаха разве только была вывести и освободить от Египта или же от состояния рабства, в чем, в чем, как бы там сама цель была для вывода. Ну, как я, как я первое понимаю, что Моше говорит, да, отпусти народ мой, да, чтобы сделать служение Господу. Причем он говорит, не, нет, не только всех отпусти. То есть, наверное, одна из целей это поклонение или же служение Богу. Исход, он и как бы и последняя ночь, да, она служение Богу, потому что входит в принцип потом левицкого или же священника служения, да, это приношает жертву и плюс еще ее кушать, да, это частично потом проекция. Что же может быть целью еще? Для Моше его личная частная цель могла быть удостовериться в том, что с ним говорил действительно Бог, потому что когда он говорит, откуда я узнаю, что это ты, он говорит, вот тебе знамение, вы совершите служение здесь на этой горе. Моше так был заинтересован в ответе Бог ли это говорил или нет, что он пошел делать то, что ему сказано, и когда исполняется, то есть будущее знает только Бог, и если слова исполняются, значит это сказал таки Бог, и Моше получил ответ на этот вопрос. Что это было для народа, вообще, какой для него цель была? Просто стать свободным и маленько у народа мы видим была проблема, когда Всевышний обращается к Моше и говорит я услышал стянание народа, вот иду избавить. То есть у народа была цель тоже очень простая, избавиться от тех тягот, которыми их подвергли египтяне. Ну хорошо, коммунизм у нас упал, тоже мы там стонали, стонали, все прошло, и что дальше? Во, есть два, в еврейте есть два разных слова, которые на русский переводятся как свобода, хофеш и дрор, хофеш это свобода от чего-то, а дрор это свобода для чего-то. Павел четко говорит о том, что мы имеем свободу от рабства греха, для того, чтобы жить праведной жизнью для Господа. И нужно понимать, что когда вот я, например, пришел в церковь в первый раз, попал на проповедь, у меня была одна цель избавиться от той жизни, которая меня не устраивала, но у Бога есть цель. ведь, от проблем, которые у тебя есть. Проблемы, проблемы, ну на самом деле проблемы в той жизни мне уже привели к тому, что либо что-то изменится, либо зачем мне такая жизнь. Ну вот, то есть ты не пил, не курил, ничего? Нет, я и пил, и курил, и все это, я хотел от этого избавиться, но сам я не мог этого сделать. Израильтяне тоже хотели избавиться от определенных проблем, но они сами от этого не могли избавиться, они взывали к Богу, и Бог пришел избавиться. То есть для них цель не очевидна, это то, о чем мы говорили уже, цель не очевидна. Очевидны проблемы, которые толкают нас к этой цели. И причем совершенно другие ожидания, да? То есть они-то не думали, что вот это будет настолько, тем более, что Маша говорил, отпусти нас на три дня в пустыню, чтобы мы там чуть-чуть послужили, а дальше тишина. А я сейчас вспоминаю те людей, которые еще в 70-е уехали в Израиль. Знаете, если вы, я не знаю, помните, не помните, я помню, во время передачи «Время», да? И там иногда показывали как раз Израиль, который оккупировал оккупировал землю, типа палестинлян или палестинские земли, да. И как бы, что они опрессоры, это давление, вот это еврейское государство и самое негативное показывали. И все, и все при этом наш еврейский народ, который был сделан, никогда не видел ту землю обитованную, все равно стремился всей душой туда. Быть свободным. То есть освободиться от чего-то здесь, чтобы это угнетение, амписсемитизм, вот эти все вещи. Были нормальные работы, кто-то доктором, кто-то был еще инженером и так далее, но все равно это стремление по какой-то причине. Наверное, этот тот же дух вот свободы, получить свободу, даже несмотря, что у тебя может быть какая-то была хорошая работа. Это как основная идея сионизма вначале, государство-убежище, чтобы быть свободными от угнетения, от истребления. Да. Даже Маше решил страдать, отказаться от титула и страдать со своим народом. Да. Ради цели, чтобы уйти, но он даже не знал. Может, там вышла какая-то. Маше, как я вижу из Писания, видел все-таки, имел это откровение быть спасителем народу еще в самом начале. Потому что сказано, что думал он, что поймут братья, что Бог рукой его дарует им спасение. Но не поняли. То есть у него, он думал, у него было свое представление, а братья даже этого представления не восприняли. И поэтому 40 лет в пустыне, собственно, и Израиль выходит тоже на 40 лет в пустыне. Удивительно. Возможно, да. Три этапа жизни Маше по 40 лет. Да. И? И что? И мы видим, что в землю он так и не вошел, по сути. Но при этом мы видим действительно какая-то его рост, его изменения внутри него, когда он отказывается от той идеи своими силами. Потому что он понимает, что то, что он пришел и своими силами пытается сделать, в итоге на что оно обернулось? Кто тебя поставил над нами судьей? Ты нас убьешь точно так же, как ты убил того египтянина? Знаете, я как-то думаю о Маше и вот как ты стал трех, три этапа, да, такого. Вначале это такого юношеской максимализма, да, такой, свобода быстро. У нас тоже такое есть, только люди, которые, давайте служить, делать там прорывы, выходы, там как бы будем делать одно, другое, другое. Потом этап работы. Смирение, заживущая рэба. Пастухом, да, казалось бы, из такого урбанистического наоборот. Принц сельскохозяйственной цивилизации, вот ему теперь нужна была прививка пастушеская. Вот. На 40 лет там, 40 лет там, Бог как-то гармонизирует эти два подхода. Но у верующих тоже такое есть. Ну, есть баланс должен быть. И потом где-то мы вышли, где-то мы достигли чего-то, а потом идет испытание пустыни. И ко времени, где Моше уже будет так, вот, преддверии войти в обетованную землю, обетование, да, фактически, наверное, состояние ничего же не хочешь. Ну, чего он хотел? О чем я говорю? Что, если вы посмотрите в жизнь людей, особенно вот молодое поколение, среднее поколение и более уже пожилое поколение, то, когда пожилое поколение, третий этап жизни, да, то люди уже говорят, ну, какая разница? Мне главное быть в служении, мне главное людям помочь, мне главное помочь своим детям, внукам. И они как бы готовы все отдать. И Моше в данной ситуации то же самое. Как бы здесь был максимализм, тут было устройство, надо поставить все на место, а в конце уже как бы помочь. Какая разница? И, наверное, вот этот интересный момент, то есть, как бы, можно сделать параллель. И все же в Песах первый он отличался от всех остальных Песахов тем, что нужно было быть послушным. Если последующие в Песах и фактически нужно быть послушным и верить. Да, здесь тоже нужно было верить. И верить в себе. Вера и послушание, она всегда, они всегда должны идти рука об руку. Вопрос в том, что вот этот первый Песах, он действительно, как мы уже говорили сегодня, он не содержит, не имел никакой традиции. Это было первый раз. И поэтому вот что сказали, то нужно сделать. Все очень просто. Сейчас уже немножечко сложнее, потому что есть какая-то традиция, как праздновать, так правильно, так неправильно, что вообще делать. А где вера и послушание, доверие Богу и послушание во всем этом. Витя, заметь, что действительно, как бы, даже нельзя говорить о традиции. Сама Тора говорит о том, что храмовое служение Песаха, праздник, сам Песах, он отличался от того первого, который и произошел. Уже в самой Торе заложено вот это различие, которое, по сути, мы и видим, потому что действительно вера и послушание включается в сам процесс. Ну, уже в законе свинайском уже прописано, дальше уже читая, мы начинаем видеть небольшую или начало традиций, которые пойдут дальше. и знаете, мне понравилась наша дискуссия лишь по одной причине, потому что мы фактически не пытаемся копировать какие-то другие, давайте мы это сказал, это сказал, просто люди уже настолько знают саму историю всего исхода, что фактически возможно они и пренебрегают сути размышления, зачем это вообще нужно было. Я понимаю, что это пророческое исполнение, первое, обещание Богу, Бога для Авраама и для народа. Второе, это показать силу Божью над всеми остальными ситуациями и даже надменностью, поклонству своего Египта, показать свое вождение, превосходство на дыру. что не человек выводит Израиль из Египта, а Бог своей рукой это сделал. Третья часть, что Бог не просто вышел, он и сохранил свой народ. Поэтому с ним же и трапезничал, с ним же как бы и вел эту работу, сохраняя его для обетования, которое Бог сделал. Еще и с немалым достоянием, показывая, что трудящийся достоин пропитания. И не только трудящийся, а смиренный и верующий. Люди могут пахать всю жизнь и ничего не иметь. Нужна вера, послушание и, если так говорить, порядок. То есть агада, порядок. Погоди, там у нас седр и так далее. Что должно и зачем следовать? Я верю, что вот этот первый Пасох как раз и сформировал нам будущее. И в следующем отрезке нашего дискуссии мы как раз поговорим о Иерусалимской или где-то посередине исход, который очень важно обсудить.